Да, доброе утро. Да, Александр, в очередной раз спасибо. Если у вас какой-то страшный фон, это совершенно не проблема и не жалко. Но мне, правда, сильно приятнее на вас смотреть. На Майнере даже вчера проводил консультацию с условием, что камеры включены, чтобы посмотреть на тех, кого я учу, а то и не запомню вас. Ну, хотя ладно, с вами, наверное, увидимся в апреле. Так, значит, смотрите, мы с вами уже на лекциях обсудили практически все про ядровые методы, но хочется какие-то задачи вам рассказать про то, как вообще ядра исследовать можно на то, ядра это или нет, как там в СВМ можно использовать условия кун-атакера, которые мы с вами на лекции применяли. Ну, в общем, покажу, какие задачи решаются. На мой взгляд, некоторые из них содержательные. При этом, вот я вам конспект потом выложу. В нем больше задач, чем я сегодня разберу. Но там есть какие-то технические унылые, вы их просто, мне кажется, потом сами посмотрите, это сильно удобнее. А я разберу те, которые, на мой взгляд, интересно обсудить с вами. Давайте так и запишем. Задачи на ядра. Так, ну, давайте что-нибудь выберем с вами, какую-нибудь задачу сейчас. Я какую-нибудь подберу. Так, это неинтересно. Ну вот, давайте вот эту обсудим. Значит, помните, я на лекции вам формулировал теорему и, конечно же, не доказывал ее, все как у нас принято. Формулировал теорему про то, как можно строить ядра из каких-то уже известных ядер. Штемм их можно складывать, можно перемножать и так далее. Вот давайте какой-нибудь пункт докажем из этих. Вот, значит, задача 1 у нас будет такая. Вот, допустим, у меня есть два ядра к1 от xz к2 от xz ядра. И давайте покажем, что к3 от xz равное к1 умножить на к2 тоже ядра. Вот. Ну и давайте вот, ну, доказательство неправильное решение написать. И давайте вот сейчас, чтобы все-таки не совсем тут демократию устраивать, а чтобы всем понравилось, давайте так. Значит, смотрите, вот как-то вот сложилось, что у нас в семинаре, я, честно, как бы я семинары давно не вел, да. Вот. И как-то я это упускал сюда, сейчас заметил. Почему-то у нас в конспекте семинара затехано решение для частного случая. Для случая, когда ядра к1 и к2 соответствуют конечномерному спрямляющему пространству. Вот. И давайте я сейчас расскажу вот это вот упрощенное решение про случай конечномерного спрямляющего пространства. А пока я его рассказываю, те, кто чувствует в себе силы, посидите и попробуйте доказать это утверждение для произвольно воспрямляющего пространства. И расскажите потом, что вы придумали. Вот. Ну, насколько я помню, для произвольного случая вам нужно пользоваться хиремой Мерсера и нужно пользоваться вот, ну, как бы, вот, помните там про неотсоциативную определенность матрицы было? Вот нужно вот это дело показать. Вот. Подумайте. А те, кто не хочет, я вам пока расскажу простое решение, которое, на мой взгляд, как раз показывает, чему соответствует произведение ядер. Значит так. Вот у меня есть два ядра k1 и k2. Давайте считать, что у меня эти ядра соответствуют некоторым отображением φ1. Первое ядро соответствует отображению φ1, а второе ядро соответствует отображению φ2. Вот. Ну и давайте, значит, ну, у меня там они какой-то размерности. Допустим, там φ1 у меня отображает мое вот исходное признаковое пространство в rd1, а φ2 отображает мое исходное признаковое пространство в rd2. И давайте я определю новое отображение φ3 от х, которое устроено вот как. В котором d1, d2 элементов в пространстве, куда оно отображает, и устроено оно вот так. Я, значит, беру первое отображение для х, беру его it элемент, беру второе отображение для х, беру его jt элемент, и вот такие пары для всех i и j делаю. И у меня от 1 до d1, j от 1 до d2. Хорошо. Ну и давайте посмотрим, давайте зададим, значит, ядро k3, через вот это вот отображение φ3. И посмотрим, что получается. Посмотрим, действительно ли это как-то соответствует произведению ядер k1 и k2. Ну, давайте распишем, что у нас получается. Значит, ну что, у меня d1, d2 тут элементов. Давайте запишем. Сумма по e от 1 до d1, сумма по g от 1 до d2. Значит, тут у меня что получается? φ3 от x и j, φ3 от z и j. Распишем это дело. Значит, что такое φ3? Ну, это, собственно, вот φ1 там на φ2. φ1 от x и t, φ2 от x житая. Ну и то же самое для z. φ1 от z и t, φ2 от z житая. Ну, мы это дело можем сгруппировать. Теперь могу отдельно выписать все, что зависит только от i. Это φ1 от x и t на φ2. Ой, простите. На φ1 от z и t умножить на сумму по g. φ1 от x и t умножить на φ2 от z. И тут житая еще. Вот теперь все правильно написал. Ну, а по сути, вот это что такое? φ1 соответствует отображению, соответствует ядру k1. То есть тут у меня просто записано k1 от xz. А вот тут у меня записано k2 от xz. Ну вот и все. То есть получается, что у меня k3 действительно произведение двух ядер. Вот. То есть мы показали, что с одной стороны k3 это ядро просто по определению, потому что это скалярное произведение какое-то. С другой стороны показали, что равно k1, k2. Так, ну что, товарищи, а кто-нибудь доказал для произвольного случая? Нет? Никто? Какие-нибудь идеи, может быть, возникли? Можно поделиться ими? Давайте вам 10 секунд, если кто-нибудь хочет что-нибудь сказать. Так. Так, Михаил, сейчас подумаю, что вы спросили. Значит, f3 из вектора в матрицу переводит. Нет, 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 нет. Я, наверное, плохо вот из-за двойных индексов, плохо обозначил. Нет. f3 переводит из х тоже в вектор. Просто это вектор размера d1, d2. Просто длинный вектор такой. Вот. Ну ладно. Никто не придумал. Тогда давайте я, значит, вам, если вы мне напомните, я вам или затехаю, или запишу тогда, как эта задача решается для бесконечно-мертного случая. Вот. Если кому интересно, потом напомните мне. Ну ладно, это такая неинтересная штука была. Давайте теперь, собственно, посмотрим на разные ядра и научимся с вами по виду ядра понимать, какому вспоминающему пространству оно соответствует. Вот, например, давайте обсудим такую задачу. Задача 2. Значит, представьте, что у меня есть некоторое конечное множество d. Ну, какое-то множество. Ну, известно, что оно в нем конечное число элементов. И давайте рассмотрим его какие-то подмножества a1, a2. И зададим ядро на этих подмножествах. Это ядро будет устроено вот так. 2 в степени a1, в степени мощность пересечения a1 и a2. Ну, пока непонятно, ядро это или нет, но вот я предлагаю такое рассмотреть. О, Анна, спасибо большое за камеру тоже. Вот, нас становится, Данил, и вам спасибо. Ну, вот, нас все больше, нас все больше, да. Супер. Так, значит, вот такое ядро. И хотим понять, какому вспоминающему пространству оно вообще соответствует. Ну, и по ходу дела, если мы как бы найдем вспоминающее пространство, которое оно соответствует, то мы уже докажем, что это ядро, да, просто по определению. Ну, кстати, вот обратите внимание, да, вот как раз таки вот это такой вот интересный момент, который показывает, где ядра могут пригодиться. То есть вот реально представьте, что вот у вас такая задача сложилась, где у вас объекты – это множество, да, например, там, ну, не знаю, допустим, у вас там, ну, конечно, это можно, наверное, и лучше решить, но тем не менее. Вот представьте, что вы решаете какую-нибудь задачу, там, с какими-то, не знаю, треками музыкальными работаете, и у вас каждый трек описывается облаком тегов, которые поставлены. При этом эти теги могут про разное совершенно быть. Там могут быть теги про жанр, теги про, там, исполнителя, теги про какие-то свойства этой композиции музыкальной сложности. Допустим, у вас там очень-очень много тегов, может быть, там, сто тысяч тегов. Вот. И используя только эти теги, вам нужно научиться там классифицировать эти песни. Ну, например, по, там, их, скажем, веселая песня или нет, вот вы хотите определять. И, в принципе, вы можете попробовать сделать это с помощью ядрового метода какого-нибудь, потому что у вас каждый объект описывается множеством. Каждое множество, которое описывает объект, это подможество некоторого большого множества D, множество всех тегов. Вот, пожалуйста, вводите такое вот ядро тогда и какое-нибудь Svm там применяете с использованием этого ядра. Может быть, что-нибудь хорошее получится даже. Вот. Ну, вот, типа, такой пример просто, да, что, вот, у вас объект может описываться чем-то сложным, и, там, придумать признаки на основе этого сложного тяжело, а ядро вести легко. Понятно, что это пример, который сейчас привел Тухлый, потому что вы же можете просто, типа, там, как мешок слов закодировать каждую песню и поверх этого навернуть какой-нибудь классификатор. Но, тем не менее, да, хоть что-то из себя выжил. Ну, ладно, давайте на эту задачу поисследуем. Ну, я тут пойду таким путем, конечно, как на математике любят. Я сначала скажу ответ, а потом мы докажем, что это ответ. Значит, мы будем с вами доказывать, что это ядро соответствует вот такому спрямляющему пространству. Оно соответствует отображению φ, которое переводит, значит, давайте я это запишу, отображению φ, которое переводит, значит, все подмножества нашего множества d, два в степени d я обозначаю множество всех подмножеств множества d. Переводит вот множество всех подмножеств в векторы, ну, бинарные даже, бинарные векторы длины два в степени d, два в степени мощность d. Что это за отображение? Отображение такое. Значит, ну, оно будет индексироваться всеми подмножествами у подмножества d. И как бы у-тый элемент этого вектора равен единице, если у полностью входит в а, и нулю иначе. Да, то есть еще раз. У меня вот, допустим, мощность d там 3. Тогда у меня φ будет переводить каждое множество в восьмимерный вектор. И каждый, значит, элемент соответствует какому-то конкретному подмножеству множества d. И это, по сути, такой характеристический вектор. Если первое подмножество входит в а, то я ставлю единичку. Там второе подмножество не входит, ставлю нолик, ну и так далее. Ну, вот давайте какой-нибудь пример. Или не надо пример. Какой-нибудь мне пример разобрать здесь? Или понятно, что происходит? Напишите кто-нибудь, если надо. Никому не надо. Все поняли, что произошло, да? Ну ладно, если что, как бы признаваться не стыдно, повторюсь. Вот. Так, Дарья, плюсик значит, что понятно, да? Это плюсик к Косте был. Хорошо. Если неправильно понял, поправьте меня. Ну вот, значит, ну а дальше, в общем-то, если мы отображение это уже придумали, то все становится понятно. Значит, смотрите. Вот у меня есть два множества. А1 и А2. Вот я считаю их скалярное произведение. Их отображений. Фи от А1 на фи от А2. Что это такое, по сути дела? Что такое скалярное произведение? Это сумма по всем подмножествам множества d. Индикатор того, что у лежит в А1. Это вот значение как бы у того элемента для фи от А1. Умножить на индикатор того, что у лежит в А2. Это вот у меня как бы фи от А1. Ут. А это у меня фи от А2. Ут. Вот. Ну а что это такое, по сути дела? Что у меня записано? Вот это, это индикатор, по сути, того, что у является подмножеством пересечения А1 и А2. Перепишем это. Того, что у лежит в пересечении А1 и А2. Ну а тогда получается, что просто у меня это скалярное произведение равно как бы количеству подмножеств у множества пересечения А1 и А2. Значит, то есть это количество подмножеств у вот такого пересечения. Ну а сколько подмножеств у пересечения А1 и А2? Ну их как бы их 2 в степени мощность А1 и А2 штук. Ну то есть вот эта штука у меня равняется как бы К от А1 А2. Ну вот, то есть мы показали, что действительно, если такое отображение вот фи ввести, то скалярное произведение в пространстве, куда это отображение переводят, это и есть мое ядро К. Ну, значит, мы показали, что К является ядром. И нашли спрямляющее пространство. Довольно высокоразмерное, да? Мое спрямляющее пространство имеет размерность 2 в степени мощности d. Это очень много. Есть ли вопросы по этой задаче или все понятно? Может, что-то пояснить? Как будто бы все понятно, да? Ну тогда давайте дальше. Значит, давайте обсудим вот такую с вами задачу. Вот представьте, что у меня есть вот такое ядро. Но опять же, мы пока не знаем, что это ядро. Но тем не менее. Ну и вопрос. Какому спрямляющему пространству оно соответствует? Да какому фи оно соответствует? Ну давайте, есть ли у вас идеи? Может, вы можете так, глядя просто на это ядро, сказать, какое там, скорее всего, отображение фи? Какие признаки оно считает? Кто-нибудь видит? Подумайте немножко. Какие-нибудь идеи? Ну хорошо. Видимо, для устного счета задача… Ага. Так вот, Михаил говорит, что типа похоже на полиномиальное, да? Ну действительно, там будут все маномы. Но немножко отличия будут. Давайте разберемся с этим. То есть, Михаил, в целом вы правы, да. В целом вы правы. Что-то полиномиальное. Ну это как бы логично. Ну что представляет собой вот это вот произведение? По сути дела, значит, у меня тут D скобок, да? Там 1 плюс X1 на Z1. 1 плюс X1 на Z2. Ой, X2 на Z2, простите. Умножить на и так далее. Умножить на 1 плюс XD ZD. Вот. Значит, такая штука. Как эти скобки раскрываются? Ну и как бы, когда я раскрываю скобки, мне нужно в каждой скобке взять одно из слагаемых, да? И вот получится одно из слагаемых в итоговой сумме. То есть, у меня тут будет сколько-то слагаемых. Кстати, вот давайте такой вопрос. Вот я буду как бы скобки раскрывать, и у меня будут получаться многочлены разной степени. Каких степеней у меня будут многочлены получаться, когда я скобки раскрою? Давайте вот такой вопрос попроще. Всех степеней или какие-то? Только четных. Да, это правда, Артур. Да, только четных, действительно. То есть, как бы, у меня, какую бы я комбинацию слагаемых не взял, у меня множителей будет четное число, потому что, да, у меня в каждом вот слагаемом здесь там либо единичка, которая не влияет ни на что, либо там сразу две переменных, да, там XI, T, ZI. Поэтому, да, когда я раскрою, будет четное. Все, окей, хорошо. Ну, давайте распишем это вот в каком виде. Значит, смотрите, ну вот типа, например, да, какие у меня могут быть слагаемые? Я могу взять везде единички в каждой скобке, тогда у меня получится один. Могу взять везде единички, кроме одной скобки, там взять там XI, T, ZI. Тогда у меня получится полином степени 2. Моном степени 2, простите. Ну и так далее. Давайте я просуммирую по тому, сколько раз я взял не единичку. Вот K у меня будет говорить, сколько раз я беру не единичку, когда раскрываю скобку. Дальше, значит, если я беру не единичку, то мне нужно взять какое-то там другое слагаемое, где уже у меня есть переменные. Давайте я это запишу вот так. Это будет сумма. Значит, пусть у меня D – это какое-то подмножество индексов. И вот тут сумма по всем подмножествам степени K. То есть D как бы у меня кодирует то, в каких именно скобках я взял не единичку, а другое слагаемое. Ну и дальше я просто перемножаю соответствующие переменные. Вот так можно эти скобки раскрыть. Как-то немного сложно получилось, да? Скажите, если что-то непонятно вот в этой записи. Если как-то надо ее прокомментировать еще раз, я готов. Не надо? Ну ладно. Ну вот. То есть получается, что у меня как бы итоговое спрямляющее пространство – это просто все возможные маномы над исходными признаками. Ну то есть вот тут у меня как бы стоит по сути скалярное произведение вот здесь для какого-то… Значит, как бы стоит маном какой-то конкретный над исходными переменами. Ну и все такие маномы у меня участвуют. Я суммирую потом их произведение. То есть действительно у меня как бы φ переводит исходный набор признаков во все маномы над x1 и так далее, xd. Ну получается такое ядро. Типа считают все маномы, и это мои новые признаки. Ну скажите, а чем это отличается от полиномиального ядра? Вот как вот Михаил писал, собственно, вот здесь еще полиномиальное ядро вот такое. Только вот R еще в степени какой-нибудь M. Чем вот полиномиальное ядро отличается от того, что записано сверху? В чем отличие? Посмотрите внимательно. Не может быть... Анна, а это вы в смысле не может быть в полиномиальном ядре или вот в нашем, который мы сейчас рассматривали, не может быть такого вы имеете? В нашем. Не, ну смотрите, тут же у нас парные были из-за того, что... А, не, слушайте, а если у меня xxz, ну типа x1, x2, да, z1, тогда это уже и не скалярное произведение будет, да? У меня же как бы... Я по сути представил мою штуку в виде там сейчас скалярного произведения фи от x на фи от z, вот, где как бы у меня перемножаются только одинаковые маномы над исходными признаками. То есть типа x1, x2 у меня здесь умножается только на z1, z2. И в полиномиальном ядре, вот в этом, все точно так же. У меня там тоже перемножаются только одинаковые маномы. 1 от x, 1 от z. То есть вот тут они как раз схожи. Да, да, коэффициент... Вот, да, тут вы правы. Да, вот тут вы правильно. То есть все-таки вот тут у меня получается в моем ядре, что у меня все маномы как бы входят с одинаковыми весами, а в полиномиальном, да, у нас там возникали какие-то коэффициенты из-за того, что мы там по биному Ньютона все раскрывали. Ну и еще, есть еще одно отличие. Кто-нибудь может его заметить? Нет? Ну тут, смотрите, отличие это в том, что у меня в ядре, которое мы в задаче рассматривали, я не могу регулировать степени маномов, которые у меня используются. У меня точно будут все маномы степь степеней от 1 до d. А в полиномиальном ядре, пожалуйста, хочу маномы только до второй степени, беру m равное 2, у меня будет только до второй степени. Хочу маномы степени 10d, то есть чтобы у меня там, как бы, хотя это нечем, понятно, что такое будет. Типа там будут повторы какие-то, но тем не менее можно пробовать. Могу m взять больше d. Это не очень имеет смысл, но тем не менее. То есть как бы в полиномиальном я могу регулировать сложность моего признакового пространства, а в этом ядре не могу. Ну, наверное, поэтому полиномиальное и используется чаще. Какие-нибудь вопросы? Ну, хорошо. Тогда давайте последнюю задачу именно на там ядра разберем. Дальше будет немножко про другое. В полиномиальном тоже четные степени. Нет, смотрите, Артур, тут же какая штука? У меня вот в этом ядре четные степени вот как бы вот здесь совместно по x и по z. А если я рассмотрю вот здесь как бы только ту часть, которая от x зависит в каждом слагаемом, то относительно x степень может быть и нечетная. Да-да-да, и понимаю. То есть как бы у меня вот тут по сути, вот эта сумма, это как она выглядит. Там что-то типа там 1 плюс там x1, z1 плюс там x1, x2, z1, z2 плюс и так далее. Да, как бы у меня степень вот каждого слагаемого четная, но при этом как бы действительно x может быть нечетная степень. То есть получается, что в спрямляющем пространстве, куда я сам еще φ отражаю, там есть маномы нечетных степеней. Не знаю, ответил на ваш вопрос или что-то или есть сомнения еще. Спасибо за вопрос. Значит, давайте вот такую еще задачу обсудим с вами. Вот, допустим, у меня есть какая-то произвольная выборка обучающая. которая про задачу бинарной классификации. Такая выборка мне дана. x большое. И, допустим, у меня вот φ от x это отображение, осмемляющее пространство, соответствующее гауссову ядру. Ну, как вы помните, оно переводит в бесконечномерное пространство. Пространство бесконечной размерности. Значит, вопрос такой. Значит, нас просят доказать, что в спрямляющем пространстве в h, соответствующем этому φ, существует линейный классификатор. Линейный классификатор, безошибочно разделяющий мою выборку. классификатор с нулем ошибок. Ну, есть ли у вас идеи, почему в h существует классификатор, гарантированно существует классификатор, безошибочно разделяющий мою выборку? Ну и да, давайте тут уточнение, уточнение, что все объекты попарно различны. Так, ну что, идеи какие-нибудь? Можно любой бред говорить, можно микрофон включить, сказать любой бред. Ну да, гауссовое ядро это полиномы любой сложности. Да, это правильное начало рассуждения, Анна, да. Так, давайте, ага, ну да, то есть как бы на пальцах, да, у меня вот есть пространство бесконечной размерности, там есть l точек, ну, понятное дело, что я там, ну, могу как угодно их разделить, да, если размерность пространства больше, чем число точек, оно тут больше, то я могу как бы разделить любым способом. Правильно. А есть идея, как это формально показать? То есть все-таки, ну, мы же тут математики с вами почти, вот, надо как-то это дело обосновать, какие-нибудь предложения, может быть, у кого-нибудь, как доказывать будем. у нас же есть господа с пилотного потока, которые должны просто им, которые там или линал изучали с Димой, им должно быть очевидно, как это сделать. Или господа с пилотного потока сегодня отсутствуют? Видимо, отсутствуют. Ну, или присутствуют, но стесняюсь признаться. Ну, А, если напомнишь такое гауссовое ядро, ох, Артур, что же вы сразу-то не сказали? Ну, гауссовое ядро это такая штука. Ну, нам его вид сейчас не важен. Нам важно только, что оно соответствует φ, которое отображает мои объекты в некоторое пространство бесконечной размерности. То есть мне важно только то, что у h, у справляющего пространства, бесконечная размерность. Вид самого ядра нам не так важен. Ну, ладно. Давайте я начну тогда. Значит, смотрите, сейчас будет такой нетривиальный шаг. Давайте я скажу, что я буду искать W, да, как бы вектор соответствующий моей разделяющей гиперплоскости в виде линейной комбинации FiatX для моих объектов. Значит, ну, попытаемся, типа, найти W в таком виде. да, 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 Александра, да, мы сейчас примерно к этому придем, да, вы правы. Ну вот, значит, будем искать вот в таком виде вектор весов. Ну и, собственно, я потребую, да, чтобы у меня классификатор с этим вектором весов правильно классифицировал все объекты. Значит, что мы потребуем? Чтобы у меня скалярное произведение W на FiatX равнялось Y и тому для всех и от 1 до L. Ну, вообще говоря, нам хватило бы того, чтобы скалярное произведение умножить на Y было больше нуля, да, чтобы отступ был положительный. Но здесь я прям могу себе позволить, да, пространство бесконечной размерности, можно сильные требования накладывать. Я прям потребую, чтобы скалярное произведение было в точности равно Y и тому. Ну, тогда у меня знак скалярное произведение будет тоже правильный. и типа у меня ноль ошибок будет. Хорошо. Давайте перепишем это условие. Y и у меня должно быть равно скалярному произведению F на X и W на FiatX и W у меня имеет вид, вот я предположил вот такой альфа и на FiatX и житово. Раскрою, вынесу сумму за скалярное произведение. Только тут FiatX, нужно по G суммировать и FiatX житово будет. Давайте сумма по G. Вот. Вот такое скалярное произведение тут получится. Ну и в свою очередь это у меня как бы альфа житово. Теперь я здесь правильно написал. Ну и получается у меня сумма по G альфа житово на K от X и на X житово. И вот получается у меня такая система уравнений. Система линейных уравнений где вот у меня как бы я беру матрицу K состоящую из вот таких вот значений. То есть матрицу грамма по сути для моей выборки умножаю ее на вектор альфа и требую чтобы у меня получился вектор Y. А кто не помнит с лекции я там что-то говорил что нам может помочь объяснить почему эта система линейных уравнений всегда будет иметь решение. Что там было на лекции про это? ну я запишу давайте K что K это у меня матрица как бы K от X и X J для всех пар объектов. Да, 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 Костя, Артур, вы правы. Из лекции мы знаем что матрица K у меня неотрицательно определена. Вот. Ну да нет, даже более того она положительно определена. Вот. А раз она положительно определена значит у нее определитель больше определитель не нулевой. Вот. хотел сказать больше нуля, хотя он больше нуля тоже. Но главное что он не нулевой, а значит точно есть решение. Ну значит мы можем найти такой вектор альфа для которого у меня все будет выполнено. При котором у меня будет классификация полностью корректная. При котором будет выполнено вот это вот условие. Вопросы какие-нибудь по этой задаче? Напишу слова задача 5. вот да 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 Михаил находим альфу через вот это уравнение то есть альфа это у меня будет к в минус первой на y и все и получается что вот я нашел тогда через альфу у меня w потом это определяется и да так точно ли положительно определена ну давайте может я в лекции сказал глупость давайте я сейчас ее открою и гляну что я вам там сказал за утверждение да да я утверждение формулировал что а я формулирую утверждение что она не вырождена она не вырождена да а по теореме мерсера она инициативно определенная значит раз она не вырождена инициативно определенная значит она положительно определенная вот вот так но я думаю ну если я не прав вы мне скажите если что-то что-то я не так сказал так да Данил все правильно мы нигде не пользовались тем что это гауссово ядро то есть если вы придумаете другое ядро которое тоже séixion merнал и 우 соответствует вспомнимляющему тоже это утверждение будет верно Совершенно правильно. Так, ну хорошо, давайте все-таки я как-то хочу, чтобы вы что-нибудь мне сказали. У нас тут все меньше становится. Вот хочу, чтобы вы что-нибудь мне сказали. Вот такая задача, очень простая. Значит, дано какое-то ядро. Как мне, зная только ядро, вычислить норму вектора f от x? Давайте, скажите кто-нибудь ответ. Подставить место z от x и беречь корень. Совершенно верно. Все так. То есть просто посчитать корень из k от x от x. Ну, потому что k это у меня как бы скалярное произведение f от x на f от x здесь получается. Скалярное произведение f от x на f от x это норма f от x в квадрате. Ну и под корнем у меня получится то, что надо. Верно? Вот. У нас какой-то диалог с вами пошел. Значит, давайте дальше. Как мне, опять же, зная только ядро, вычислить расстояние между векторами f от x и f от z, метрику какую-то между f от x и f от z? Артур, да-да-да, значит, вы правите. В тюрьме Мерсера только не отцать на определенность. Но посмотрите в конспекте первой лекции этого семестра, в конце, когда я про гауссовые ядра рассуждал. Там еще одно утверждение было, мы с вами его обсуждали, что если я возьму матрицу грамма, соответствующую… А, Данил, я вам наврал, вы пользовались гауссовостью, да, да-да-да, Данил, обманул вас, простите, простите, да. Там было утверждение, что матрица грамма для гауссового ядра невырожденная. Вот, и, собственно, вот мы как раз этим воспользовались, да. Для гауссового ядра надо дописать. Все, все-таки подловили меня. Ну, это, на самом деле, приятно, что вы мне не даете ошибиться, потому что, ну, как-то стыдно ошибаться. Артур, спасибо за вашу внимательность. Так, ну что, как метрику-то посчитать? Что тут надо делать? Давайте, это тоже устная задача. С нормой разобрались, как RO посчитать? Ну, какую-нибудь, то есть, любую метрику. Вот просто вот нужно какую-то, хоть какую угодно придумать метрику, которую я могу посчитать. Косинус. Так, Михаил, значит, косинусная, не косинусовая мера. Ну, кстати, косинусная, она не метрика вроде. Ну, или метрика, но типа там. А, ну, кстати, там арткосинусная. Ага, да, Данил, вот вы правы, да. То есть, норм, ну, там, норм, норм в квадрате. Если RO, то норма в квадрате. Да. То же самое примерно. Да. Да. Вот так. Ну, а типа, а норму мы уже умеем считать. Ну, и, собственно, вот Данил написал правильный ответ. Только подкорнем еще эту штуку надо. Да, окей, хорошо. Ну, ладно, давайте на этом совсем с ядрами закончим. Давайте поговорим про какие-нибудь задачи уже про SVM. Повспоминаем там, что SVM было у нас. И давайте вот такую задачу. Номер 7. Я понимаю, что это как бы все довольно уныло, но давайте я вам, не знаю, пообещаю бонус какой-нибудь в конце. Я вам там веселую историю в конце расскажу. Ну, не знаю, сколько веселую. Для меня веселую. Нам немного осталось. Две задачи разобрать. Или три. Посмотрим. Значит так. Задача такая. Пусть у меня линейно-разделимая выборка. Вот у меня есть x, линейно-разделимая выборка. И, допустим, мы решили двойственную задачу SVM и нашли вектор двойственных переменных лямбды. И нашли лямбды. Ну, вектор лямбда. Это вектор. Их у меня столько, сколько объектов в обучающей выборке. Лямбда один, лямбда л. Нужно доказать. Следующее. Давайте я запишу формулу. Сейчас объясню, что такое ρ. Ну что, выполнено такое равенство, где ρ – это половина ширина разделяющей полосы. То есть, типа, 2 ρ – это ширина разделяющей полосы. Ро плохо написал. Так, ну, давайте, чтобы я понимал… А, ну вот, собственно, Данил уже мне ответил на мой вопрос до того, как я его озвучил. Я говорил, что помните ли вы двойственную задачу? Ответ – нет, не помните. Ну, тогда сейчас напомню. Значит, ну, признаюсь, я двойственную задачу сам наизусть не помню, поэтому я сейчас, конечно, воспользуюсь подсказкой. Значит, двойственная задача SVM устроена вот так. Спасибо. Это сама задача. Я ее, конечно, записал, но она на мне пригодится сама по себе. Но пригодятся условия кун-атакера, которые мы получали в процессе вывода этой задачи. В частности, мы знаем, что W у меня равняется вот такой сумме. Мы знаем, что у меня, я тоже записывал, но запишу еще раз, что сумма лямбда итых игрек итых равна нулю. Мы знаем, что у меня есть вот такая альтернатива. Либо у меня лямбда итых равна нулю, либо у меня выполнена вот такая штука. Окей, хорошо. Значит, это вот то, что мне как бы надо помнить. Не знаю, что эта палка означает, просто решил, что красиво будет нарисовать. Ну вот, давайте теперь к задаче. Значит, если вы помните, мы обсуждали на лекции, что у меня есть три типа объектов. Значит, есть так называемые периферийные. У них лямбда иты равны нулю. Есть опорные граничные. Это объекты, у которых лямбда итая больше нуля, а кси итая равно нулю. То есть они лежат ровно на границе разделяющей полосы. Типа вот у меня выборка какая-то с какими-то такими объектами. И вот типа вот у меня разделяющая полоса тут. И вот, значит, периферийные. Это давайте какой-то сделаем color coding. Значит, периферийные вот давайте зеленым у меня будут обозначаться. Это вот у меня вот эти объекты. Вот, потом есть у меня опорные и граничные какие-то. Давайте вот их вот таким цветом. Опорные и граничные. Это у меня вот эти объекты, которые типа, ну тут они имеются на границе, но давайте считать, что на границе лежат. Вот они. Ну и есть еще опорные нарушители. Это типа у которых лямбда итая больше нуля, кси итая тоже больше нуля. Вот, это которые типа залезли за границу. Но да, вот, Александр, вы все правильно говорите. Выборка разделима, поэтому вот этих у меня нет. Их у меня нет, поскольку выборка линейно разделима. Поэтому у меня либо периферийные, либо опорные и граничные. Действительно. Вот, ну замечательно. Это, значит, первое наше наблюдение. То есть получается, что у меня, если лямбда итая не ноль, то тогда гарантированно у меня выполнено вот такое уравнение. То есть типа если лямбда итая не ноль, значит объект точно лежит на границе, значит у него отступ ровно единичный. Артур, да, значит, смотрите, если кси от нуля до единицы, он еще не залез на другую половину, но на этом объекте хиндж-лосс уже не нулевой. Да, то есть я уже, мой лосс начинает штрафовать этот объект, потому что он внутри разделяющей полосы. Ну помните, да, у меня хиндж-лосс, типа он ноль только начиная с единичного отступа. Поэтому как бы я хочу наказывать тоже. Я такие объекты выделяю в отдельный класс. Окей, хорошо. Значит, вот эта штука известна. Ну а если есть это уравнение, я могу тут типа все домножить на y итая, там попереносить и получить вот такое уравнение. b равняется y итая минус скалярное произведение w на x и t. Ну типа я умножил на y итая и перенес скалярное произведение в другую сторону. Получил вот такое уравнение. А что надо было показать? Ну нужно, короче, показать, что сумма лямбда итых у меня как раз таки равна 1 поделить на ширину разделяющей полосы в квадрате. Короче, нужно найти связь лямбд с шириной разделяющей полосы. Сейчас мы ее найдем. Ну вот, значит, получил такое уравнение, которое выполнено для всех объектов с ненулевой лямбдой. Давайте я проделаю вот чего. Я домножу обе стороны. Домножим уравнение на лямбда итая и грек итая. И просуммируем. Зачем я это делаю? Ну смотрите, как можно было догадаться до этого? Ну типа в это уравнение, окей, там оно на лекции было, можно вспомнить, что такое возникало. Так, сейчас, Анна, вопрос какой-то. А смотрите, у меня же игрек это либо плюс один, либо минус один. Поэтому, что просто игрек, что один делить на игрек, это одно и то же. Да, если у меня... Так вот, значит, как можно было догадаться. Но вот это уравнение мы знаем. Теперь мне нужно как-то, значит, короче, как-то ввести в него лямбды с одной стороны и с другой, как-то сделать, чтобы в нем возникла норма W. Потому что мы помним, опять же, из вывода SVM, что ширина разделяющей полосы – это один делить на норму W. Короче, мне вот как-то нужно получить какое-то уравнение, в котором есть и сумма лямбд, и норма W. И тогда я, наверное, смогу связать сумму лямбд с шириной разделяющей полосы. Ну и типа давайте заметим, что вот у меня есть вот такая штука, что вот W – это вот что-то сумма там или крытое лямбдаитое иксытое. Вот у меня иксытое уже есть. Если я вот сюда внедрю сейчас лямбдаитое иксытое и просуммирую, то у меня получится скалярное произведение W на W, а это норма W. То есть как раз-таки вот так можно было догадаться, что надо домножить все на лямбдаитое иксытое и просуммировать. Не знаю, был ли хоть немного понятен пассаж, который я сейчас сказал. Давайте просто это сделаем и увидим. А с чем у меня тогда получится? Получится сумма по и от 1 до l лямбдаитое иксытое, тут умножается на B, B за скобку я вынес, равняется сумме по и от 1 до l лямбдаитое иксытое в квадрате, минус, ну тут я сразу внутрь внесу, W умножить на сумму лямбдаитое иксытое иксытое. Вот эта штука у меня по уравнениям, которые я писал выше, это просто W, и тогда вот это у меня превращается просто в норму W в квадрате. Вот эта штука, сумма лямбдаитое иксытое равна 0. Воспользуемся этим, эта штука зануляется. И еще, поскольку у меня y это либо плюс 1, либо минус 1, то в квадрате это точно просто плюс 1. Тогда что у меня получается? 0 равняется сумма лямбдаитое икс минус норма W в квадрате. Сумма лямбдаитое икс равняется норме W в квадрате. Ну а мы знаем опять же из лекций, что в СВМе ширина разделяющей полосы – это 1 делить на норму W. В просто. Тогда норма W в квадрате – это что такое? Это просто 1 делить на ров в квадрате. Ну а вроде это нас и просили доказать. Да, 1 делить на ров в квадрате равняется сумме лямбда. Вот это мы получили требуемое уравнение. Ну вот эта задача – это просто пример того, как можно жонглировать вот этими условиями кун-атакера, чтобы какие-то выводить уравнения, связывающие что-то там из прямой задачи СВМа и что-то там из двойственной задачи СВМа. Есть ли какой-то полезный смысл у этого уравнения? Нет. Ну, нет, ну, смысл такой, что вот вы решили двойственную задачу и, типа, вот только по ее переменным вы можете понять, насколько широкая у вас разделяющая полоса. А, нет, нет, есть, 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 Михаил, есть. Да. Значит, это означает, что вот эта штука, только сейчас понял, что вот эта штука в задаче, которая решается в двойственном СВМе, это, по сути, регуляризатор. Вот, то есть вот эта штука – это 1,9 норму W в квадрате. Поскольку я эту штуку всю максимизирую, значит, я минимизирую норму W. То есть вот двойственная задача, оказывается, у меня тоже L2 регуляризатор стоит. Вот такой смысл. Надо это написать будет в конспекте. Спасибо, спасибо. Очень хороший вопрос у вас был. Так, ну, что тут еще? Ладно, это нудная задача. Ну, давайте вот такую последнюю решим. Значит, пусть я решил прямую задачу СВМ. и нашел W, B и все КСИ. Вот решил. Допустим, я знаю, что КСИ-3 положительное, строго положительное. Нужно найти отступ объекта Х3 через КСИ. Вот. Ну, есть идеи, как это сделать? То есть, как только через КСИ, не используя другие какие-то знания о выборке, как только через КСИ выразить отступ. Давайте немножко подумаем. Условия, дополняющие нежесткости или что-то там такое было через лямбда 3 на вот Y3. Совершенно верно. Значит, есть такое, что либо лямбда 3 равно нулю. А, нет, нет, кстати, нужно с другого начать. Значит, смотрите, поскольку КСИ-3 у меня больше нуля, то третий объект совершенно точно опорный нарушитель. Вот я классификацию выписывал. КСИ больше нуля только для опорных нарушителей. А мы знаем из лекции, что для опорных нарушителей лямбда точно равняется С. Дальше есть словы, дополняющие нежесткости, что либо лямбда 3 равно нулю, либо Y3 на W на Х3 плюс B равняется 1 минус КСИ-3. Лямбда 3 не 0, значит, выполнена вот эта штука. Ну, вот это у меня отступ. То есть получается, у меня отступ на этом объекте это просто 1 минус КСИ-3. Ну, тупая задача, конечно, но тем не менее. Вот, вот. Ну, хорошо. Какие-нибудь вопросы у вас? Ну, ладно, тогда давайте запись остановим. Дальше у нас уже несодержательные разговоры с вами будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...